Эхо Москвы представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Выведем его в эфир в ближайшее время. Наши мечты начали уже сбываться. Привет, Лиза. 1 января. Привет. И минимум Гонопольская в эфире. Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер, рядом с нами. Сегодня мы немножко делаем исключения. Мы работаем в прямом эфире, кстати. Чтобы вы понимали. А лучшим способом продемонстрировать это... И доказать. И доказать это будет ваше участие в программе Гонопольской. Итоги без Евгения Киселева. Где мы подводим итоги уходящей недели. Как минимум. Плюс 7-9-8-5-9-7-10-45-45. Аккаунт вызван в Твиттере. И телефон прямого эфира 363-36-5-9. Код Москвы 4-9-5. Я предлагаю сразу начать с событий недели. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. События недели это наступление Нового года. Мы не стали здесь с Соломиным очень оригинальными. И не будем стараться выглядеть все очень оригинальными. Слово хотим сейчас предоставить Гонопольскому. Который где-то находится в пути. Тем не менее, он согласился великодушно выйти к нам в эфир. И рассказать, какой вот, по его мнению, главный год. Матвей Юрьевич, здрасте. Здрасте, мои дорогие. Во-первых, хочу всех поздравить с Новым годом. И вас, спасибо. Пожелать счастья, здоровья. Ну, вот видите, есть знаменитый анекдот. Ну, вернее, шутка в интернете. Вы помните, где сидит Николай II и говорит, тяжелый был 16-й год. Ну, надеюсь, 17-й будет полегче. Вот такая вот история была. Ну, понятно, чем был 17-й год. Ну, вот вы знаете, что, конечно, много было неприятностей в 16-м году. Но вот 17-й начался вот этого жуткого террористического акта. Ну, я так бы его назвал. Который произошел в Стамбуле, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Да. Ну, конечно, ничего хорошего. Это просто кошмар. Это такой вот ужасный. И за 30 человек погибло. Ну, вот, конечно, тут непонятно. Я просто хочу сказать, вот эти вот люди типа Брейвика, которые распреливают большое количество людей, ну, их можно, конечно, сразу назвать террористами, но чаще всего это больные люди. Мы с вами много раз рассматривали вот такие вот пограничные сознания, когда человеку кто-то в ухо шепчет, чтобы он немножко разгрузил планету от кого-нибудь. Ну, и происходит вот такая вот печальная история. Единственное, что меня, как в этом смысле человека мстительного, поразило, ну, вернее, как, пока их было вроде двое, одного вроде убили, а другой пока вот как-то где-то бегает. Ну, товарищ Артаган, человек решительный, ну, найдут его и стернут там. И будет очередная волна. Их объявят сторонниками оппозиционного лидера, вот этого, который сидит где-то там за границей. И, наконец, ведут к смертной казни. И, кстати, ее до сих пор не ввели, потому что Европа со страшной силой говорит, что, ребята, вот, пожалуйста, так не шепить. — Скажите, я понял, что год действительно был сложный, и представления о предстоящем весьма смутные, но какое, может быть, у вас главное ожидание от предстоящего года? — Еще раз повтори, пожалуйста, вопрос. — Какое, может быть, у вас ожидание главное от предстоящего года? На какую фигуру нам обратить внимание? На какое... — Ну, Алеша, да, я тебя понял. Я просто хочу предупредить, что я двигаюсь на машине, ну, я не водителем, водитель тут другой сидит, просто я двигаюсь в бандеровско-фашистский рай, это город Львов, вот, и просто тут дорога то вверх, то вниз, и так ее сделали эти нацисты. — Бандеровские горки. — Бандеровские горки. — И поэтому бандеровская связь может прерваться, вы тогда меня снимаете. — Запрещенная Российская Федерация, на всякий случай горка. — Перед тем, как я скажу, на кого обратить внимание, я скажу, что для меня было не три, а два события, крайне важных, учитывая географию того, где я нахожусь. Одно событие, как мне кажется, вообще главное событие, которое и определило наш... Ну, знаете как, оно вот главное потому, оно самое главное, потому что товарищ Путин был вынужден корректировать свои шаги из-за этого события. То есть, он сделал просто исключение, потому что обычно, как вы знаете, он рулит миром, да, он руководит планетой, он руководит человечеством, но в этот раз ему пришлось делать поправки. Делать поправки. Это, конечно, президентство Трампа. Это абсолютно грандиозное событие, которое, как вы понимаете, повлияло, ну, просто на все и продолжает влиять. И прежде всего потому, что мы не понимаем, кто есть Трамп, что он собой такое представляет, насколько, так сказать, этот человек изменит что-то в этом мире, и насколько он сольется в хонерском, от слова хонекер, помните? В хонекерском, да, хонекером поцелуи, вот этом знаменитом поцелуи, который с Брежневым. Вот, во всяком случае, западные художники рисуют уже такие подобные поцелуи, но здесь вот то, что Путин, вот этот его шаг, когда он сказал, мы ничего не будем делать против американских дипломатов, и, значит, пожалуйста, приглашаем вас в Кремль на елку, это, конечно, ну, как вам сказать, это апофеоз. Это, он так и не понял, Путин, в какой он оказался странной ситуации. Дело в том, что я писал по этому поводу комментарии, но просто повторю главную мысль этого комментария. Чем больше Владимир Владимирович выделяет, ну, так сказать, унижает Обаму вот это чмо, чем больше он показывает свой респект вот этому человеку, который вот он говорит, что все до этого было плохо, а ты хорошо, тем большее безумие впадает республиканское большинство, которое только номинально трамповское, а на самом деле никакое оно не трамповское по одной простой причине, что, как вы знаете, у них абсолютно неровное отношение к Трампу. В общем, короче говоря, Путин, ну, короче, Владимир Владимирович, вы, как всегда, всех победили, вы победили, вы молодец. Но, если говорить вот события, да, вот это главное событие, которое практически сейчас определяет, самое главное, неуверенность в мире, неуверенность в Европе, неуверенность России, неуверенность, 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 потому что непонятно, что он будет за политик, и вообще будет ли он политик, либо он будет вот кому, кто ему нравится, тот будет хороший, а кто не нравится, то плохой. и понятие политики американской, которая имеет огромные традиции, будет девальвировано. И второе событие, оно, ну как вам сказать, оно, конечно, украинское, оно не носит именно российский характер, но когда-нибудь, когда уже Путина не будет, и когда будет изучаться опыт мировой, как бороться с коррупцией, то будет изучаться уникальное абсолютно решение украинских властей сделать электронное декларирование. Как вы знаете, в Украине произошло невероятное, все узнали, что у людей есть. То есть государевы слуги, все абсолютно судьи, депутаты, чиновники всех мастей и так далее, и так далее. Но прямо это достоверные сведения и возможности обманут нет? Нет, значит, давайте забудем о недостоверности. Есть уголовный срок от двух до семи лет, если ты неправильно заполнил электронную декларацию. Значит, ровно потому, что все страшно перепугались, они и заполнили электронные декларации. Конечно, Украина упала в обморок, потому что стало понятно, кто ими руководит. То есть, еще раз повторяю, это касается только государственных людей. Если ты предприниматель, если ты не работаешь на государство, если ты не судья и так далее, и так далее, это тебя не касается. Но каждый год от меня эти миллиардеры... То есть, короче, чтобы было понятно. Если сложить всю долларовую наличность, которую продемонстрировали все эти люди, то она равна 1,7 миллиарда долларов. То есть, это, ну, можете себе представить, это тот транш, который Запад, вот сейчас, какой-то там очередной транш, должен дать Украине. Значит, вот такая история. Из этого не следует, конечно, украинцы требуют посадки. Они в бешенстве, и они спрашивают, откуда у этих людей такие деньги. Но власть уже откровенно сказала, что она не может проверить, по-моему, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч деклараций. Это просто невозможно. Но и нулевого варианта не будет, потому что сразу заговорили о нулевом варианте. То есть, давайте они заплатят, например, ну, то, что в России рассматривалось в свое время, что заплатишь, например, 10, 15, 20, а может быть, там, 25 процентов от того, что у тебя есть, и ты чист. Но парламент на это не хочет идти украински. Другими словами, вот эта встреча реальная с теми, кто тобой руководит, понимание того, что это подонки, которые сосали из бюджета все, что можно на протяжении многих лет, которые обманывали своих же сограждан, а сейчас пролезли в Верховную Раду. Но система такая, что им пришлось это все показать, а эта система Украина обязана Западу, который сказал, никакого безвизового режима, пока у вас не будет введены электронные декларации. Вот это второе, для меня наиболее важное событие из украинской жизни. И мне только остается выразить, ну, как тебе сказать, отсутствующую надежду, что когда-нибудь, через тысячу лет, когда уже мумия Путина будет руководить Российской Федерацией, все-таки будет вот этим отсутствующим парламентом, вот этим вот сборищем непонятных людей, которые не спят, дрожат, и только спрашивают, а что он сегодня от нас требует, что нам сегодня принять такое, там, не Зулина с Милоновым беспокоиться, что им принять такое, давай даже опередим, он еще об этом и не думал. Давай мы примем что-то такое, чтобы даже он в Кремле ахнул, что когда-нибудь будет принят закон об электронных декларациях, и вот тогда-то мир содрогнется. И тогда россияне, которым этого не говорят, они увидят, кто ими руководит. То есть кроме моральной стороны, что по этим людям плачет исключительно нравственная исправительная колония, кроме этого, они увидят, что по ним реальная колония плачет. Причем, что я хочу сказать напоследок. Вот понимаете, как интересно, парламент одной рукой состоит из миллиардеров, я имею в виду украинских, а другой рукой не просто проголосовал за электронные декларации, а еще и проголосовал, чтобы они были видны всем, потому что был компромиссный вариант, что их видят только правоохранительные органы. Но нет, эти же люди, значит, все-таки в людях существует, они понимают, что они не только сегодня будет страна существовать, что пройдет еще какое-то время, и будут другие. И нужно, чтобы постепенно во власть приходили честные люди. Спасибо. Отвечая последнее на вопрос... Нет, последнее, последнее. Это на кого обратить внимание? Да. Я думаю, что главная интрига российской политики будут... Это, безусловно, Навальный, не с точки зрения его персоны, которая, конечно, яркая, и нет вопросов. Все понятно, Навальный есть Навальный. А именно мы будем видеть такой, знаете, ну, будет плестись заговор, то есть мы с вами будем видеть пошагово, как будет уничтожаться предвыборная кампания Навального. Понимаете, да? То есть как будут плестись интриги вокруг него. Параллельно будет еще заведено неожиданно, там 20 женщин вдруг скажут, как во время Трампа, на выборах Трампа, что он их изнасиловал. То есть, короче говоря, вот цирк, я представляю себе великолепнейший спектакль, который будет разворачиваться на наших глазах, для того, чтобы не просто Путин к власти пришел, а для того, чтобы доказать, что альтернатива ему исключительно преступник. Вот это будет главная задача. Дискредитация Навального как преступника, как уголовника, как... Понимаете, почему? Потому что, ну, всякое бывает в этой жизни. Вот Трамп же занял первое место, и мы все понимаем, ну, говорим, что главная причина, это потому, что классические политики народу надоели. А русский народ, российский народ, очень странный, он водки выпьет, ему мало ли что надоест. Понимаете? А ему, ну, все-таки, вот если тройку, четверку малолеток Навальный изнасиловал, если, например, убил пару бабушек, если забрал у нищего, то есть вот тогда народ еще российский подумает, может, действительно, Путин на следующий год. Вот мне кажется, то удовольствие, которое мы получим вот этой предвыборной кампанией, при том, что это будет мучение для Навального, абсолютное, то есть над ним будут издеваться, как только можно. Мы с вами пошагово, каждый день будем узнавать, как во всех домах культуры гаснет свет, как там хоругленостые будут говорить, что этот преступник мы заложим в бомбу и так далее. То есть весь этот цирк у нас впереди. Но в любом случае я поздравляю Навального с Новым годом, потому что ему не занимать крепости духа. И вас, ребята мои дорогие, поздравляю с Новым годом. Спасибо. Спасибо большое. Матвей Гонопольский. Реплика Матвей Гонопольского. Да, была в нашем эфире. Мы события недели на этом не закончим. Объявим голосование, естественно, по поводу Нового года, которым мы сделали события. Как вы, с чем вы связываете 2017? Новый год, уже наступивший. Скорее, у вас он вызывает хорошее ожидание, да, у вас хорошее ожидание в связи с ним. Тогда 660-06-64. Если, скорее, плохие ожидания в связи с ним, тогда 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Какие у вас ожидания в связи с 2017? Давай я скажу для разнообразия. Если у вас хорошее ожидание, 660-06-64. Если ничего хорошего не ждете от наступившего года, 660-06-65. Кстати, к этой шутке, которую привел Матвей Гонопольский по поводу Николая II, для которого 16-й очень сложный год закончился в 2018, как известно. Многие, я видел в разных соцсетях, тоже говорят о том, что вот, в 1916-м люди... Умничают, да? Да, но они пытаются умничать. Они вот шли к 17-му, какой же он будет, наверное, замечательным, и не знали, что произойдет. Но самое страшное событие все-таки... Ну, не знаю, наверное, самое страшное событие лихолетия этого происходило все-таки в 18-м году. И красный террор, политика красного террора началась в 18-м году. А в 17-м году Россия получила на короткое время действительную демократию. В результате революции, гораздо более легитимно совершенной, чем многие другие, потому что Николай II собственноручно отрекся от престола. И власть перешла временному правительству на, в общем, никаких, но законных основаниях. Тогда люди... Там действительно были жертвы, были столкновения. Но 17-й год, по сравнению с 16-м, был не такой жестокий. В 16-м году страшные вещи творились. Верден творился в 16-м году. В общем, там война шла полным ходом. Причем такая, в самой гнусной своей фазе, последней. Да, 16-й год был плохим, 17-й должен быть лучше, пишет Владимир. Думали люди сто лет тому назад. Но вот я примерно о вас и говорю. Нет, друзья мои, 18-й год был самым ужасным. Чего? 17-м понавешали каких? Давайте, не знаю, у меня ожидания весьма позитивные, вне зависимости от исторического контекста. Почему? Потому что не верить в то, что все будет лучше, просто нельзя. Не знаю, зачем себя связывать депрессией. 3-6-3-3-6-5-9, телефон прямого эфира и голосование. Подведем? Давай, да, остановим. 22% слушателей связывают с 2017 годом скорее хорошее ожидание. И 78% считает, что ничего хорошего в наступившем году не будет. Исключительно плохие ожидания. Но у нас тема есть и еще одна в событии. Очень кратко я ее доложу, потому что мы не могли, естественно, не обратить на него внимания. Речь идет о Сирии, о таком громком заявлении о прекращении огня всеобъемлющем по всей стране, по всей Сирийской Арабской Республике, о котором объявили Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Как вы относитесь к этим заявлениям? Действительно ли под Новый год, под торжественное выступление Владимира Путина перед боем кремлевских курантов удалось достичь того, что является собой конец войны? Позвоните, попробуйте. Вот у нас две минуты, мы, может быть, успеем по этому поводу поговорить. 363-365-9. Мы сегодня принимаем звонки в нашей передаче. Это отступление формата в честь Нового года, можете считать так. И сегодня не будет Евгения Киселева, к сожалению, тоже по уважительным причинам технического характера. Игнопольский уже был, вы можете его потом переслушивать, перечитывать. Совершенно верно. Мы слышим, что Игнопольский просто с Украины уезжает, действительно, на Запад едет. Да, 363-365-9, я напомню. Вот скажи, для тебя эти известия о всеобъемлющем перемире стали знаковым событием? — Несколько раз российские власти уже делали разные заявления по Сирии. И перемирие объявлялось, и войска выводились. По-моему, на минувшей неделе в очередной раз у нас руководство странное сказало, что мы войска выводим или группировку сокращаем. Я не верю. Я не верю тому, что говорит Путин, Шойгу, Лавров по поводу Сирии. Я только основываясь на их каких-то комментариях, не понимаю, что там происходит. Мне кажется, они дурят меня, они дурят тебя, они дурят россияну. Они говорят перемирие, американцы говорят, нет перемирия. Это все грязное дело. Ничего там хорошего не получится, потому что они ничего не делают сообща. — А я напомню, что некоторые организации, которые ранее Минобороны называла вполне открытотеррористическими организациями, теперь пересоединились к перемирию и, судя по всему, перестали носить это гордое для наших врагов звание террористической организации. Судя по всему, я не знаю как, но здесь министерство соответствующее ловко переходит в амплуа инженю и, в общем, ничего не помнит. Мы делаем короткую паузу. — 363-3659, я напомню, телефон прямого эфира. Сегодня у нас такая конференция со слушателями. В рамках все равно формата программы «Гонопольское» подведение итоги недели. — Эхо Москвы представляет программу «Гонопольское» — итоги недели без Евгения Киселева. — Здравствуйте еще раз в программе «Гонопольское» — итоги недели без Евгения Киселева. Сегодня только Алексей Соломин и Алексей Нарышкин вас поздравляем с наступившим Новым годом. «Гонопольский» был в первой части программы, он мчится на родину Бандеры, и поэтому он к нам выходил только по телефону, к сожалению, но через неделю, я думаю, он будет уже представлен более как-то плотно, в привычном объеме в нашем эфире. Киселева тоже не будет, поэтому мы сегодня в нетрадиционном формате работаем для этого часа. Конференция у нас с вами, со слушателями Эхо Москвы. Хотим с вами обсуждать за оставшиеся минут 25 интересные темы, которые были... — Итоги прошедшей недели. — Открываются события на прошедшей неделе. И наша следующая рубрика «Герой недели». Докатились мы с тобой, Соломин, потому что Владимир Путин. Владимир Путин – герой, я чувствую, в следующем выпуске у нас будет Рамзан Кадыров – герой. — Нет, во-первых, для тебя... Давай так, давай так начнем. Для тебя это абсолютно нормально. И ты не первый раз делаешь Владимира Путина героем недели, видимо, чем-то он тебя подкупает. — То есть я как Михалков. Я как бы ловлю какие-то дуновения, да? — Я думал, что не дорожил Михалкова Сергеевича. — Я как фиггер. — Но очень интересный, да, подаешь... — Конъюнктурчик. В общем, смотрите, почему Путин – герой недели. Путин, на самом деле, абсолютно серьезно говорю, Путин меня удивил. Наверное, лучшим итогом этого года всего стало решение Путина не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные и провокационные шаги Барака Обамы. Вот эта вот история с высылкой наших российских дипломатов, хакерские атаки, санкции. Путин ответил на все это умно и мудро. Я серьезно говорю, но, правда, это круто. Это разрыв шаблонов. Казалось бы, мы проходили эти истории, и они вливались всегда во что-то нехорошее. Вспомните закон Акт Магнитского, да? — Акт, кстати говоря, выразился в законе подлецов. — Конечно, конечно. Самые первые санкции, вот какой это был, 2012 год, помните, Дума долго-долго принимала законопроект. И в итоге, да, закон подлецов, или называете его закон Димы Яковлева, антисиротский закон, именно тогда был принят. Первая ответная мера, которая, по-моему, не американцев наказала, наказала американских потенциальных родителей, наказала здесь детей, которые остались в детских домах. Ну, кого-то, конечно, взяли, но, тем не менее, история неприятная до сих пор. Потом мы помним санкции обычные за Украину, и помним контрсанкции, тоже непонятно, кого наказали. И тут, казалось бы, вот, Обама специально дразнит Путина, уже покидая, он одной ногой уже вышел из Белого дома и оставляет Трампу такое наследство. Напоследок портит отношения и говорит, на тебе, Владимир, и высылает российских дипломатов. Но Владимир, правда, проявляет мудрость, соглашается со мной мудрость, он говорит, нет, нет. У него была борода, а мы не будем никого высылать, а еще ваших детей на елку пригласим в Кремль. Это хорошо, это мудро. Я не ожидал такого от Путина, потому что мне всегда Путин казался таким, в плане каких-то ответных мер, довольно прогнозируемым, предсказуемым, да, и довольно жестоким. Единственное, я думаю, есть все-таки подвох. Я писал об этом в Фейсбуке, мне кажется, что-то вот нечисто, понимаете. Вот сейчас Новый год пройдет, мы все постепенно придем в сознание, алкоголь выветрится, и какая-нибудь инициатива законотворческая обязательно появится. Например, чтобы наказать американцев, мы сделаем то-то. Подожди, сначала должен Трамп и наугурироваться, должен продемонстрировать, что он собирается в действительности делать, а потом все эти меры, которые ты уже придумал в своей голове, мы будем принимать. Это не мудрость, а жертва пешка ради ферзя, пишет нам из Республики Татарстан. Мне, странно твоей радости, мне кажется, что принимать ответные меры на ответные меры, потому что я напомню, что санкции, которые вводят в США, это ответные меры за определенные действия, ответственность за которые власти США возложили на Российскую Федерацию. Ты сам говорил перед эфиром, но доказать все это будет довольно сложно. Это другой вопрос. Странно было бы отвечать на ответ, но и дальше американцы должны были ответить на наш ответ. Понимаешь, это такая уже без конца абсолютная история. Другое дело, что мне, например, совершенно непонятное обвинение в хакерских атаках, прежде всего потому, что это невозможно доказать, поймать за руку хакера, получающего ценное указание из Кремля. У меня почему-то есть какое-то глубокое убеждение, что этого нет в тех доказательствах, которыми оперируют АНБ, ЦРУ и другие весьма уважаемые, наверное, службы. Определить страну, из которой исходила хакерская атака, которой пользуются различными способами шифровки, определить особенно человека, который делает, и особенно заказ, мне кажется, это совершенно невозможно. Понятно, что тут все делается из принципа «мы все понимаем». Доказать мы не будем или не можем, или не скажем вам, как мы это все определяли, но мы вас накажем. Это такая странная позиция, но с другой стороны, там есть другая вещь. Я понял, да. Запусти голосование, я скажу про другую вещь. Вопрос следующим образом звучит. Кто поступил по вашему умнее? Барак Обама, который российских дипломатов из США выслал 660-06-64, или Владимир Путин, который отказался высылать американских дипломатов в ответ 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. Еще раз, кто умнее? Барак Обама, который высылает российских дипломатов 660-06-64, или Владимир Путин, который американских дипломатов в ответ на это не высылает? Даже более того, он приглашает их детей на Кирилловскую елку. Интересно, они согласятся? Там есть другая часть обвинений, которая, мне кажется, более существенная, и которая действительно, вот если бы это произошло, например, по отношению к российским дипломатам, то я бы, наверное, требовал от нашего президента, чтобы он принимал меры. Речь идет о преследовании дипломатов, о совершенно, по-моему, очевидном нарушении Ивенской конвенции и существующих международных документов, на этот счет, о которых, кстати говоря, в свое время публично достаточно говорил посол Макфолл о слежке, о воздействии определенном. Это же тоже стоит в качестве причины высылки этих дипломатов. Мне кажется, это куда более существенная, хотя история с хакерами, конечно, более глобальная. Но она, понимаете, когда, вот я читал американские СМИ, которые говорят, как осуществлялась эта атака на хакерские, на почту демократов. Она осуществляет, вот то, что говорят во всяком случае, о том, что приходит письмо, которое предлагает тебе поменять пароль от почты, ты идешь менять пароль от почты, и у тебя захватывают твой настоящий логин и пароль и получают доступ к твоей почте. Дорогие друзья, это способ дедовский, которым пользуются те люди, которые называют себя хакерами, которые на самом деле просто чему-то, знаете, набрать в Яндексе, как это сделать, вы узнаете, как это сделать. Так может сделать решительно любой. Более того, я вам расскажу историю, мы когда-то, у нас Володя Роменский работал с нами, мы с ним делали такое небольшое расследование про индустрию хакерскую и подкупили, просто нашли в Яндексе человека, который предлагал взломать почту за деньги. Мы предложили ему заняться этим, Вова прислал ему мой имейл, соответственно, мы думали, как он будет поступать. Интересно было, взломает или не взломает. И мне приходит на почту письмо, где мне предлагают поменять пароль. Я, естественно, знаю, как это устроено. Более того, поскольку я знаю, какой домен там используется, я смог вычислить этого человека. Это вообще не заставило никакого труда. Я написал этому хакеру письмо на почту с тем, что его запалили. Все, он пропал. У меня есть, я сказал, чтобы не сцены были данные, и все такое. Он испугался, и все, и концы в воду. Залег на дно. Абсолютный профан. Дорогие друзья, если почта демократической партии может быть взломана абсолютными остолопами, то у меня большие сомнения вызывают по поводу компетенции тех людей, которые обеспечивают безопасность этой почты. Но, во всяком случае, это та схема, которая описывается в американских СМИ, которые якобы взламывали почту демократов. И уж сказать, кто этим занимался по заказу Кремля, ну, дорогие друзья, если это делалось по заказу Кремля, что я не исключаю, что это даже похоже на правду, потому что они были интересантами, то люди совершенно без совершенной компетенции получили очень хорошие деньги, я считаю. Давай звонок послушаем. Отличная речь. 363-3659. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Евгений Васильевич. Евгений Васильевич. Владимир Путин молодец? Я думаю, да. Правильно. Я хотел сказать, что есть такой великий французский писатель, Анна Ребень. Он написал «Красный и черный», «Пармская обитель». Вы, наверное, читали. Да-да-да, вы продолжаете. Так вот он сказал, если человек не уважает своего руководителя, так как он может уважать свой народ, который его выбрал? Так, ну вы оцениваете Путина в целом. Он вам не нравится, наверное, за какие-то другие вещи. Вот в контексте этого поступка он отказался высылать дипломатов. Чем удивил Нарышкина, я думаю, что очень многих. Меня, признаюсь, тоже удивил, но я его не знаю. Вот, допустим, Обама является афро-медиканцем, так, да? И чего? А вот у нас, если негр приезжает в Россию, он кто, афро-россианин? Какое-то имеется в отношении. Вы больны, скажите? У вас все в порядке с головой? У меня в порядке. Да, а мне, не знаю. Может быть, у вас какие-то проблемы есть? Да у меня нет проблем. Я просто удивляюсь, как вы разговариваете, с такой ненавистью к нашему народу. К нашему народу? А где вы ненависть-то услышали? Я Путином восхитился только что. А Путин... Понятно. Спасибо большое. Ну, Алексей, только разговор пошел. Алексей, пишет Дмитрий Митин. Алексей, получается, что вы выглядели Кремль, разве он такой белый и пушистый? Да нет. Еще раз. Я-то верю в то, что Кремль именно организовал эти хакерские атаки. Но это просто вопрос веры. Потому что мне так кажется. Для меня это очевидно. Но доказать это, никаких доказательств этому нет ни у меня, ни как мне кажется у ЦРУ. И подвязывать сюда реальный дипломатический демарш, мне кажется, это просто как-то неосновательно, что ли. Так, наверное, не делается. Поэтому я претензию российской стороны понимаю, здесь хорошо. А вот с случаем с преследованием дипломатов здесь, по-моему, все очевидно. Никакого разрыва шаблонов. Как всегда, Путин подготовился быть в белом, а все остальные в дерьме, пишет нам Лиля. Так, на Рыжке, на Явняк, это не мудрость, а чекистская уловка, Светлана считает. Лучше бы он объявил амнистию. Это не мудрость, а жертва пешкой ради ферзя. Голосование. Давай посмотрим. 58% считают, что поступил умнее Обама, а 42% считают, что поступил умнее Путин. Еще раз, знаешь, подтверждение того, что Путин поступил умнее и прагматичнее, гораздо более прагматично, Обама просто обидчивый. У Обама проиграла Клинтон, демократы в полной заднице, и это, знаешь, это вот хлопнуть дверью напоследок. Вот Путин, запомни меня. Трамп придет меньше, чем через месяц к власти. Он может, он может, не обязательно он это сделает, но он может отменить сразу все санкции. Все санкции обнулить. Не может, потому что он не найдет поддержки. Почему? Вот те законы, которые были приняты, подписаны Обамой, законы о Звездных войнах, например, программе Звездных войн и так далее. Трампу не так легко будет это все обвинить, отменить. Там человек не обладает диктаторскими полномочиями. Ему нужно будет проходить все процедуры демократического общества. И таким образом Барак Обам действительно заложил, ну кто-то скажет, заложил мины, а кто-то скажет, обеспечил гарантию того, что кардинально внешняя политика США меняться не будет. Потому что господину Трампу не дадут ее поменять. Поэтому здесь, мне кажется, его действие выглядит как действие, в общем, человеку весьма способного. Обаму, в смысле? Да? Не знаю. Не знаю. Увидим. 20 дней нам надо подождать, когда будет анаугурация Трампа, и сразу все, я уверен, меняется. Давайте дальше идем. У нас редиска недели. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без людей Киселева. Редиска недели. Официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, генерал-лейтенант, по-моему. Почему он редиска? Тоже своя креатура. Да, да, да. Но, видишь, нет Гонопольского, поэтому я все, взял браздоправление в свои руки. Потому что, ну, недопустимые, мне кажется, его комментарии, а я напомню комментарии, у него вообще много комментариев по разным поводам. По расследованию крушения самолета Ту-154. Это вот из того, что последнее он комментирует. По сирийскому конфликту, разумеется. По каким-то просто вот небоевым действиям. По учениям в России. Это всегда Коношенков. Все, что происходит с армией, это, если не источники каких-то различных агентств или сайтов, изданий, то это Игорь Коношенков. А тут Игорь Коношенков занимается вообще делом, которым он не должен заниматься. Он комментирует карикатуры в том самом сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо». Да-да, вот тот, на который нападали, где погибли как раз художники. Тот самый, который так, ну, не знаю, пошутил, поглумился или просто поиграл с темой катастрофы самолета нашего еще вот тогда, над Синаем. И очередная публикация. У них сразу три картинки, посвященные крушению самолета ТУ-154. Мы-то сделали диск Игоря Коношенкова, а не авторов «Шарли Эбдо». Не думаю, что ты поддерживаешь такое отношение к трагедии. Я не поддерживаю отношение к трагедии. Мне не нравится то, что делает Шарли Эбдо. Я не считаю, что это умно, остроумно. Но я не считаю, что Коношенков должен реагировать на все. Надо быть более разборчивым. Если ты отвечаешь в Министерстве обороны за Министерство обороны, за то, чтобы это ведомство правильно было отпозиционировано в пространстве, то отвечай, пожалуйста, только за военные какие-то вопросы. И комментируй военные вопросы, если тебя спрашивают. Но когда ты говоришь натужное, вот, обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное не поворачивается язык сказать. Творчество есть в проявлении подлинных западных ценностей. Их обладатели-защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем. Такой достаточно развернутый, кстати, комментарий по вещи, которые они отказались, в общем-то, комментировать, вроде бы. То есть заявили о том, что они отказываются это комментировать. Дело в этом же сообщении. Дело в том, что меня абсолютно это не пугает. Мне кажется, что каждый вправе выражать свое мнение по любому вопросу, даже если он напрямую к нему не относится. Хотя эта трагедия относится к Минобороны куда уж как прямо. Но мне не понравилась третья часть этого сообщения, если ты ее видел, в котором он обращается к так называемым согражданам, как он говорит, заключая в кавычке это слово, в которое в свое время писали, везде говорили, носили майки с надписью «Я Шарли». Это очень странное сравнение, потому что если господин Канашек, я к нему с уважением отношусь, и я его знаю достаточно давно, но был глубоко оскорблен этой вещью. И мне кажется, что, видимо, Игорь Евгеньевич забыл, что надпись «Я Шарли» появилась у тех людей, которые не поддержали, а так не поддержали, а выступили против атаки террористов на редакцию СМИ, которые пришли и расстреляли журналистов. Они были террористами, и против действий террористов люди надевали футболки «Я Шарли», а не потому, что они поддерживают эти карикатуры. И называть их так называемыми согражданами, тех людей, которые выступили против террористов, мне кажется, что это играть на одном поле с террористами. Извините. 3633659, телефон прямого эфира, я помог тебе с номером. Давайте, да, один звонок примем. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Александр, Москва. Как вам Коношенков? Ну, я Коношенков, конечно, да. Ну, мне бывает, конечно... Ну, слушайте, давайте напомним, кто забыл, что там было на одной из карикатур. Падает самолет, нарисован один из солистов, ну, угадывается, наверное, хора Александрова, и вот он тянет ноту. А-а-а. Да. Ну, понимаете, конечно, это не мой поставь Коношенкова. Ну, понимаете, у меня он, в чем проецируется, Коношенкова. Вот, не он им мстители, так? Знаете, вот сейчас такой шарш ходит, так, по интернету. Нет, не мстил. Что, почему? Коношенков и, ну, и вот этот, ну, в бачках, это, ну, мститель. Ну, это мститель возвращается вот так вот. Я Коношенкова сейчас. Да. Ну, так уж поделаешь, если он занимается не своими делами. Ну, а по поводу Шарли Эбзо. Вот помните, когда вот, ну, я Шарли, я Шарли, ну, это футболки люди одевали, так, после этих актов. А на Донбассе, вот эти, которые ополченков поддевали, они писали, я Донбасс. Я вот с людьми разговариваю, говорю, зачем ты пишешь, я Донбасс? Ну, вот они, типа, там, ну, пишут, что я Шарли, а я вот пишу, я Донбасс. И чего плохого в этом? Люди солидаризируются с теми, кто оказался в беде. Ну, понятно. Если это произошло, вот абсолютно таким варварским способом. Спасибо вам большое. Вот здесь есть, кстати говоря, есть сообщение, где называют Коношенков комическим персонажем, на лице написано шут. Вот вы не знаете его, я знаю его, человек очень умный. Человек, кстати говоря, очень талантливый. Просто мне кажется, что здесь он перегнул. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему это произошло. Может быть, действительно забыл. Может быть, просто попал в общее русло ненависти, и нужно было довести ее до максимальной степени, ненависти к Шарли Эбду, например. Ну, Игорь Коношенко, заведите, пожалуйста, Фейсбук. Вы делаете хотя бы у себя это в Фейсбуке, чтобы у ваших читателей и у средств массовой информации хотя бы возникал вопрос. А это вот Коношенков сейчас, он просто как блогер пишет? Он же может писать просто как блогер? Или все-таки это официальная позиция Министерства обороны? Когда Министерство обороны ведет войну в другом государстве, еще успевает комментировать вот такие вещи, это очень странно. Это значит, либо гению вас работают, либо вы как раз войну ведете очень фигово. Если вы можете и отвечать, и комментировать, как там в Алеппо дела происходят, бомбят. Если вы можете комментировать, в каком формате перемирие идет. Если еще и Шарли Эбду, вы увидите. Ну, кто тебя спрашивал? Ну, вот заведи Фейсбук и, как, например, Мария Захарова, там пиши. Потому что Мария Захарова, даже, я просто прекрасно помню, часто появляются какие-то ее комментарии. Мария Захарова ассоциируется с МИДом. А когда ты просишь Марии Захарова, например, что-то подтвердить, Мария Захарова говорит, вот, по моему мнению, у тебя возникает вопрос. Это все-таки мнение Марии Захаровой, которая работает в МИДе, или это мнение МИД и мнение всего нашего государства? Не знаю, мне кажется, что пусть выражают мнение все те, кто хочет выразить мнение. Мне гораздо интереснее слушать и читать, что они думают, чем наблюдать за ведомством, которое абсолютно глухое, немое, к которому не подобраться. А если ты случайно что-то там где-то чего узнаешь, тебя расстреляют. Я такого ведомства не хочу. Я хочу открытое ведомство. И Министерство обороны, мне кажется, таким ведомством может быть. Несмотря на... Максим Топилин из Министерства труда, вот если он прокомментирует, это уместно будет? Пусть делает, что хочет. Ну, это его сфера ответственности. Зачем? Ну, а зачем? Потому что у нас свобода слова, свобода мнения. И каждый человек, вне зависимости от того, связан он какими-то профессиональными ограничениями или не связан, он может это мнение выразить. Почему нет? Тем более, что, еще раз, крикатура относилась к военному самолету. Не Игорь Коношенков, военный просто российский. Крикатура относилась к военному самолету. И Министерство обороны было абсолютно вправе это комментировать. Выражая свое недовольство, что они сделали. Я, кстати, к этому недовольству присоединяюсь. Но, вот еще раз, это абсолютно разная история с расстрелом редакции и история с тем, что редакция делает. Это абсолютно разные истории. Я предлагаю перейти к последней теме, если у нас есть возможность. Не в фокусе. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе. Про как раз свободу слова, что можно говорить, что нельзя говорить, продолжается история с травлей Бажиной Рынски и Аркадия Бабченко. И петиции с требованием лишить их гражданства собирают десятки тысяч подписей. Но тут в последние дни прошлого ушедшего года появилось замечательное сообщение о том, что телеканал «Первый» «Первый канал» завалили письмами с просьбой убрать знаменитый, традиционный для этих праздников, новогодних праздников фильм «Иронию судьбы» или «Слегким паром». Потому что там снимается Барбара Брыльска. И вот эти вот люди, больные на голову, они перепутали Бажину Рынскую и Барбару Брыльскую. И посчитали, что недопустимо, чтобы в Новый год на фоне всех трагических событий вот эта вот женщина и этот изверг появлялся на телеканах. Это очень смешная история. Это глупая история. И глупая история, когда начинают говорить и продолжают говорить. Когда не было ненависти к какому-то публичному лицу, и она не затуманивала тебе глаза, не застилала буквы в своих словах. Нет? Не путала имена в связи с этим? Менима нет? Нет. Нет. Стараюсь держать себя в руках. Не знаю, если ты, может, вспомнишь какие-то случаи, пожалуйста, озвучь их. В общем, глупость, глупость. Отвалите вы от Брыльски, от Бажины Рынски, от Бабченко и от всех тех, кто что-то пишет по любому поводу. Да и даже от Коношенко отвалите. Все, хорошо. Ты меня убедил. Ты меня убедил. Пусть Коношенко вкомментирует, что хочет. Пусть Минобороны выглядят как полные идиоты. Служит миллион человек в Министерстве обороны. И Коношенко всех выставил дебилами. Хорошо. Бажин Рынский пишет сомнительные вещи. Ну, хорошо. Пишите ваши петиции. Давайте призывайте отбирать гражданство. Все. Ты стал настоящим либералом здесь. Да. Делайте, что хотите. Белоленточник. Разве что, хорошо, что не предложил боярышник пить, если хотите. Знаешь, такое это самое. Вот сделайте дебил. Лосеный на стойку. Господь, жги. В таком духе у тебя сейчас было выступление, нет? Спасибо вам большое. У нас заканчивается время. А как же, а звонок? Нет? Все не успеем. Семесчики хотя бы. Лоу пишет. С легким паром надо по другой причине запретить. Фильм проповедует своей волей вместо долга. И Обама это лучший президент за последнее время. Очень мирный и дружественный. Пишет Вася. Но Россия не может и не хочет наладить отношения со всем миром. Тем более не получится с Трампом. Мы заканчиваем. Время. Соломин Арышкин. С Новым годом вас. С Новым годом вас. Продолжение следует...